Наталья, у нас началась война в моем родном городе Славянске. Ты сама из Славянска? Да, я сама из Славянска родилась там и прожила всю жизнь у себя дома. Так как там были очень жестокие бои, столкновения, я пошла служить, помогать ребятам сначала на кухне, в медицине. И до 5 июля было там, в Славянске. А что происходило в Славянске? Как все началось? Началось все, как обычно, с Майдана, естественно. Наши ребята заступили за Славянск, встали все горой за него, не хотели впускать в СССР, в Украину. И, естественно, в Евросоюз никто не хотел уходить. И поэтому потом пришла Украина к нам и начали встреливать город ни с того, ни с сего. Мины, снаряды пролетали через мой дом. У меня дрожали окна, крыша тоже, блин. И все. Было ли оружие у людей, когда они только... Оружия не было. Все стояли с палками, с дубинками там. Ну, максимум, у кого там были охотничьи оружия там. Это зарегистрировано? Ну, конечно, да, да. И все. А так, в основном, все вставали, кто у кого-то, семьи были там, родные. Все встали за родной город. Много людей, конечно, поуезжало. Вот. Ну, я не побоялась. Я девушка, мне на то время было 22 года. Я встала за счастье в свой город. Хоть и без оружия, но все равно как-то я это делаю, старалась. Что делали украинские войска, когда уже подошли к Славянску? Что они начали делать? Как они действовали? Что они делали? Действовали они очень жестоко. Начали стреливать город с вертолетов, самолетов, Семеновку включая. Там вообще был ад, так называемый. Потом они пошли на гору Карачун и поселок Северный тоже. Они как бы нас взяли в кольцо. И с точек рыбхоза Карачун, Северный, Семеновка, они обстреливали центр города. От города практически мало что уцелело. Горели магазины, дома, рынки. Много людей погибло, мирных. Очень много детей, включая в том числе. В детскую больницу прямым снарядом попадали. В первое время, когда они только вошли на нас, к нам в город, до города, они обстреливали с вечера, с девяти вечера до двенадцати ночи. Потом рано утром, где-то с четырех утра до семи утра. А потом же май, июнь и начало июня, первые два-три дня, они обстреливали круглосуточно. Я так понимаю, что это еще, когда это все начиналось, у вас еще оружия не было. Не было. Всех интересует, в том числе и наших оппонентов, в кавычках, я имею в виду со стороны Украины, интересует постоянно один и тот же вопрос. Откуда же взялось оружие? У нас максимум, что было, ну, вначале, естественно, все были без оружия, ну, с палками, кто с чем мог. Потом уже в конце мая, в мае, так вот, после городела появились автоматы, там, СКСки, пневматика, ПМ.